Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Тема сегодняшнего урока посвящена государствам Северной Америки, США. Сегодня на уроке мы рассмотрим общие характеристики Северной Америки, географическое положение США, хозяйство, население США, природные ресурсы, роли и значения США на мировой арене. Итак, общая характеристика Северной Америки. Нам уже известно, что в физико-географическом отношении странами Северной Америки считаются те, которые расположены в одноменном материке, то есть Северной Америке и относящиеся к нему островах. Однако в экономико-географическом и геополитическом макро-регион Северной Америки включают две высокоразвитые страны рыночной экономики. Это США, в свою очередь, и Канада. Они граничат на юге с латиноамериканским макро-регионом Мексика и страны Карибского моря. На востоке с Гренландии, на западе и с севере имеют морские границы с Российской Федерацией. США и Канада имеют много общего в социально-экономическом отношении, что определяет общность географического положения в умеренном и холодных поясах между тремя океанами Северной Альтавито, Атлантическим и Тихим океаном. И, конечно же, взаимосвязанной истории развития. Необходимо отметить, что именно активное использование преимуществ географического разделения труда, интенсивное внедрение достижений научно-технического прогресса – это характерная черта американских государств. Экономика географического положения территории Соединенных Штатов Америки заключается в том, что США расположены между двумя океанами. И это действие благоприятствует торговым морским связям со странами как Азиатско-Тихоокеанского региона, так и Европы. Еще важным благоприятным условием считается то, что именно расположение США между Канадой и Мексикой содействует развитию тесных экономических связей как с США, так и с Мексикой, так и с Канадой. Это административно-территориальное деление США. Как нам уже известно, что США состоит из штатов, например, Колорадо, Канзас, Флорида, Пенсильвания, Северная Дакота, Южная Дакота и так далее. Природные условия и ресурсы США. Ну, конечно же, с чего обязательно нужно начать и что нужно подчеркнуть, что США обладает значительными земельными ресурсами с благоприятными агрокалометическими условиями и, конечно же, разнообразными минеральными ресурсами. В США представлены практически все природные зоны мира от арктических пустынь, тундры, леса тундры, на Аляске и, конечно же, тропических лесов на юге Флориды и на Гавайских островах. Население США. Но США – это нация эмигрантов, как нам это уже известно. По переписи 2010 года коренное население составляло примерно плюс-минус 1,2%. Это индейцы, эскимос и алиуты. Представители народов, значит, скажем, микронезии, полинезии или меланезии. То есть, в основном, конечно же, островов Тихого океана. Ну, есть также здесь выходцы из, то есть, выходцы, скажем, афроамериканского характера, выходцы из Азии, это составляет 4,75%, да, и другие смешанные типы, да, так скажем. Рождаемость, конечно же, в США на данный момент низкая. Суммарный коэффициент рождаемости в периоды 2015-2017 года составлял 1,8% рождений, но это, конечно же, больше, чем в Канаде. Но в 2018 году этот показатель уменьшился до 1,7%. В последние годы в США рождается 4 миллиона детей в год, а умирает 2,7-2,8 миллион человек. То есть, естественный прирост получается, конечно же, положительный, в пределах 1,3 миллиона, да, вот. Получается, да, ежегодно население, и необходимо отметить, что кроме, естественно, прироста в страну, каждый год приезжает примерно более 1 миллиона человек. И здесь механический прирост тоже положительный. США – одна из наиболее урбанизированных стран мира, доля городского населения составляет 79%. Крупнейшие города – это Нью-Йорк, Лос-Анджелс, Чикаго, Майамо, Хьюстон, Филадельфия, Детройт, Даллс, Сан-Диаго. Это, конечно, самые крупные города США. Но в США сложилось обширное условие для урбанизированных районов, развитые мегаполисы, наиболее известный Босваж или Чипиц. Хозяйство США. Но США, как мы знаем, это одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире. В структуре ВВП и занятость населения наибольшей удельной вес принадлежит, конечно, к третичному сектору экономики, сферы услуги, финансы, научно-исследовательская деятельность. В топливо-энергетическом балансе преобладает нефть и природный газ, в которых специализируется Техас, Луизиана, Нью-Мексико, Калифорния, Аляска. По нефти США входит в стройку мировых лидеров и занимает, получается, третье место после Савдусской Аравии из США, соответственно, по добыче газа тоже занимает лидирующее место. США – один из крупнейших производителей цветных металлов. Необходимо отметить, что на машиностроении и металлообработку самой крупной отрасли американской промышленности приходится более 40% всей продукции США, промышленной, конечно, обрабатывающей промышленности. Автомобилестроение США – это очень важная отрасль американского машиностроения, например, такие брендовые лидеры, так скажем, в том библистроении, корпорации – это Джерман, Моторлс, Форд, Фиат, Крайслер. Составляет практически 75% потребителей внутреннего рынка США. И знаменитый город Детройт – это центр автомобилестроения. США, как нам известно, доминирует также и в разных многих наукоемких отраслях. США достигла больших результатов в области космонавтики. Это, например, снимок Нептуна, сделанный в Айаджем 2 в 1989 годах, то есть развита научно-исследовательской работы. В мировом авиакосмическом производстве на долю США приходится практически 50% объема продаж. Крупнейшими авиакосмическими монополиями являются Boeing, Lockheed, Martin. Крупнейшие центры авиастроения, конечно же, являются Лос-Анджелес, Сан-Диего. США вступают в виде крупнейшего производительства хозяйственной продукции. Главные виды транспорта в грузообороте, конечно же, составляют автомобильные, железнодорожные, трубопроводные. В пассажирообороте, конечно же, автомобильные и, естественно, воздушные. США является крупнейшим экспортером и импортером капитала. В литературе по-разному приводится экономика географического районирования США. Часто выделяют три макрорегиона. Промышленный север, юг и запад. В целом, урок был посвящен общему обзору государств Северной Америки, а особенно США. На этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok